В Светкоме России открылась горячая линия для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Многоканальная телефонная линия 8 800 100 12 60 работает в круглосуточном режиме. Прибывающие граждане смогут обратиться в Следственный комитет России, нажав цифру 6 в голосовом меню. Специалисты помогут беженцам в оперативном режиме получить консультацию и содействие в защите их прав и решении возникающих вопросов. Кроме того, общаться с прибывающими гражданами будут сотрудники информационного центра через телеграм-канал, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Срок гарантийного ремонта автомобилей хотят увеличить. С такой инициативой выступила Ассоциация российских автомобильных дилеров, пишет РИА Новости. Однако есть одна загвоздка. Максимальный срок гарантийного ремонта 45 дней установлен законом о защите прав потребителей, а изменить закон не так просто. Ранее с просьбой увеличить срок восстановительного ремонта по ОСАГО обращались в Центробанк страховщики. Поводом для таких обращений стал дефицит запчастей на рынке. Однако, согласно действующим нормам, сложности с поставкой нужной запчасти по закону о защите прав потребителей не должны трогать автовладельцев. Гарантийный ремонт должен быть произведен в сроки, установленные договором, но не более 45 дней. Восстановительный ремонт по ОСАГО в течение 30 дней. Далее начинаются санкции, а именно штрафы, предусмотренные законом. Дилеры опасаются большого количества исков в суды за нарушение сроков ремонта, хотя причиной нарушения станет несвоевременная доставка запчастей. Возможные возвраты денег по решениям судом не все потянут. Того же опасаются и страховщики. Пабакани готовятся к открытию пришкольных лагерей. Они начнут работать традиционно с 1 июня на базе всех школ, а также в Центре детского творчества. Оздоровительная смена продлится 21 день и завершится 25 июня. Как рассказали в городской мэрии, все учреждения уже ведут набор детей в состав смены. К сожалению, финансовое обеспечение летней здравительной кампании сократилось. В 2022 году на эти цели выделено из республиканского бюджета 8 миллионов 700 тысяч рублей, тогда как в прошлом году эта сумма составляла более 11 миллионов. Это неизменно приводит к уменьшению количества детей, которые смогут воспользоваться правом на покупку путевки по льготной стоимости. Если в 2021 году на безвозмездной основе отдохнули в пришкольных лагерях более тысячи ребят, а еще 3500 семей приобрели путевку с частичной оплатой, то этим летом с учетом возросшей стоимости охват детей уменьшится почти в два раза.